здравствуйте дорогие товарищи сегодня у нас с вами можно сказать последнее занятие лекционное и тема такого завершающего плана который называется теория и история марксизма и в скобочках кого и чему учит история история вообще и история марксизма в частности ну и вы наверно слышали ходячий лозунг и вдалбливают вообще сознание мысль что дескать история никого ничему не учит вот я эту и приписывали ее гегелю вот я эту ложь на гегеля разоблачал саму эту мысль значит опровергал но сегодня хочу значит позитивную сторону отношения к истории развития а именно и гегель ценил историю как источник знания и особенно маркс энглесом ценили и высказались даже так мы знаем только одну науку науку истории как вам это нравится одни история ничему не очень никого ничему не научил а другие говорят история и мы знаем их детскую науку науку истории поэтому вот пожалуйста делайте выбор значит первая позиция это затуманивание из сознательное такое отталкивание людей от истории другие а именно марксин говорят учите историю учиться можно только у из у истории но что значит учиться вот вопрос причем кто-нибудь из наших товарищей говорил что вы приходите в школу и сюда учиться что значит учиться учить себя по смыслу русского языка русский язык в этом смысле я думаю что самый гениальный он подсказывает человеку суть дела учить себя человек приходит в школу учителя ему помогают только этот кто смышленый тот кто хочет узнать интересуется любопытный кстати аристотель говорит познание начинается с любопытства тут учиться а кому не интересно кому интересно тут похулиганить с соседями поговорить еще там какие-то у него интересы учительница попалась такая не очень заинтересованная ничего не учится не учит себя и не видит помощи извне не понимает как ее получить и так остается не ученым и вы не наученным хотя про учиться в 10 лет потом еще в институте 5 лет и остался не научным в чем дело дело в том что познание осуществляется в двух основных формах в образной в естественном языке в понятиях естественного языка и в понятиях в понятиях научного языка научной теории это два разных пласта познания один это познание юности детства в детстве человек познает основные понятия хлеб что такое хлеб трехлетний ребенок уже знает хлеб воду потом с течением жизни он говорит понимаешь что хлеб это вот в поле рож стоит вот ее называют хлеб леонид ильич брежнев начинает мемуары хлеб всему голова это некоторые всеобщества такой главный хлеб это синоним питания пищи вообще хлеб поэтому в этом словечке хлеб ребенок познает сразу единичное вот он хлеб воду буханка хлеба чувственное и уже в это единичное включено всеобщее просто ребенок до этого дойдет чуть спустя когда он узнает белых и черный хлеб а как съесть белый хлеб от на юге хлеб это белый хлеб это у нас на севере хлеб от черных на юге хлеб это белый хлеб а черный хлеб там специально называют черт дайте мне черного хлеба вот потом значит хлеб как питание потом хлеб как значит урожай там и и так далее тому подобное то есть единичный образ это обыденное познание слово обыденного языка оно вбирает себя всеобщее содержание становится всеобщим человек который потом не учится он этого не понимая все таки правильно использует в языке и чувствует когда в каком смысле используют слово так все слова в том числе народ начиная от народа толпа вот что-то народ пивного ларька русский народ а потом оказывается вот и немецкий есть и американский и еще там какие-то народы и даже народ нация или значит на конституциональный советский народ или совет народ как-то трудящий класса населения в социальном смысле то есть все это содержание человек с молоду осваивает и в конце концов имеет только в неразвитом сознании у него это сознание смутное он скорее догадывается о смысле да а у человека который учится изучает это в теории научных понятиях все это прозрачно а уж те товарищи которые изучают марксизм для нее должно быть прозрачным все что относится к науке к общественному сону и главное здесь познание истины и сознание истины то есть если у человека нет сознания истины нет цели достижения истины познание даже в понятиях она не достигает цели или не достигает вполне их поэтому скажем вот у нас здесь мы все время напоминаем об истине держимся истиной и пытаемся приучить людей значит пользоваться истиной в понятийном плане в понятийном смысле значит истина это что такое соответствие определение понятию правильно фонда правильно сказал это правильно это правильно это и объекта понятию это очень важно мы собственно говоря изучаем для чего чтобы видеть соответствуют объекты понятию или нет то есть сначала мы постигаем предмет в его понятии и когда мы это понятие выяснили да мы можем наблюдать и видеть соответствует ли предметы понятию сначала мы узнаем кто такие коммунисты коммунисты это те кто следуя марса говорит что человечество значит знает только одну историю историю классовой борьбы которая неизбежно приводит диктатуре предмет которая сама есть только переход к обществу без классов коммунизма к обществу без классов если человек это понимает и потом смотрит соответствуют ли другие этому он может сделать вывод что товарищ хрущев по крайней мере 61 года очевидно не соответствует звание коммунист не соответствует осталось и вся публика которая ему помогала значит документы документы эти оформлять 65 первом году она тоже не соответствует кстати сегодня кто-то у меня зачитал 20 съезда вот и сегодня мне попалось в старой книге тоже издание стереографический отчет 20 съезда значит сейчас он не особенно нужен для исследования значит мы видим что товарищи не соответствует понятию коммунизма все раз вы не соответствуете отсюда следуют выводы если вы в коммунистической партии возглавляя ее не соответствует не соответствует понятию коммунизма то что то тут не то и начинаете тогда рассматривать что же не то ну вот мы уже давно и долго это рассматриваем исследуем пишем книжки статьи разъясняем и надо сказать что мы видим что вот сейчас в обществе большой запрос на истину на истину о марксизме на истину из марксизма значит рвут тельняшку рубашку на себе мы марксисты вот социализм нужен ребята вы не понимаете что такое марксизм а что такое марксизм вы не понимаете то что вы не понимаете да что такое истина и зачем она нужна и чем ее ведет поэтому И говорят о Марсе, о Ленине, они говорят о Сталине, но кучу всякой дребедения, даже грамотные люди, вот я некоторые с удовольствием постоянно слушаю. И время от времени, ну такое невежество, что я краснею, когда смотрю, хоть я сижу один, мне стыдно, причем кандидаты наук, значит, доктора даже наук, и несут околесицу. Для них вот эти тонкости, которые я сейчас обнаружил, шероховатости, они для них не существуют. Вот грамотные люди, но для них этой разницы нет. Они не чувствуют, что чуть-чуть и понятие изменилось. Все течет, все изменяется, постоянно, каждую минуту. И если вообще-то быть, значит, проницательным, принципиальным, нужно вот эти изменения постоянные наблюдать, отслеживать и делать выводы. Другое дело, что не хватает сил на все это. Ну и, значит, вот Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, вот они были очень чутки к понятию, к его изменению. Почему? Потому что за изменением жизни следует изменение понятий, а за изменением понятий следует изменение жизни. Поэтому это принципиальный вопрос. Ну и что касается вот этой темы теории истории марксизма, то здесь интересна еще одна такая проблема, которую Гегель открыл и которой занимались в советское время. И, в общем, грамотные люди, такие как Ильенков, Петров, Константин, значит, изучали соотношение исторического и логического в познании. Гегель говорит, что историческое движение, историческое познание, оно снимается в логике. И логика в категориях, она фиксирует серьезные достижения. И каждому почти этапу философии соответствует какая-нибудь категория. Ну, например, скажем, первая категория – бытие. Это крупнейшее основополагающее открытие философии. Можно сказать, философия начинается с парменида. Там были ранние философы, говорят, что истинная или вечная, и неизменно есть вода. Другие – что воздух, третий – что огонь, четвертый – что земля. Но парменид говорит, истинное, неизменное бытие, сущностное бытие – это, значит, бытие, которое есть. И доказывает. Если бы небытие было, то оно было бы бытием. Бытие – это то, что есть. А если бы небытие было, и вы бы убедились в этом, что оно есть, оно было бы бытием, а не небытием. Есть только бытие. И это настолько основополагающая вещь, что я думаю, что вот она еще не исследована всерьез. У Гегель есть какие-то такие смутные намеки на это дело? А я вам сейчас скажу. Что? Это вот европейская такая интуиция, европейское отношение к миру, к жизни. Вот оно позитивное, оно начинается с бытия, с того, что есть. И стремление к тому, что есть. К миру, к открытиям, к богатству, к славе, к дракам, завоеваниям, еще там чему-то. Для нас важнейшая и жизнь – это бытие. Цели – это бытие. А для восточных людей, для них вот такой отправной интуицией является ничто. И скажем, если вы возьмете буддизм, какую-нибудь книгу Будды или у учеников, там ничто. И вот они, значит, сидят. Все суета – суеты, всяческая суета. Все кончается смертью. Не надо суетиться. Вот надо постигать истину. А истина стоит в том, что все суета. Ну и так далее. Начинается одно из произведений Будды. Есть счастье, есть, говорит Простак. Бом, бом, отвечает ему, звон погребальный. Или, как в наших романцах поют цыгане, счастья нет нигде. Ну нет счастья, ну что, ну ищите. А если не ищите, ну живите так, без счастья. Бог с вами. Вот, но все-таки основная мысль и здравая интуиция, человеческий инстинкт, он требует жизни, стремится к жизни. И жизнь, в конце концов, побеждает. Значит, логика как бы снимает историю. И основные узлы истории, они отражены и в зловых категориях, значит, философии. Скажем, бытие и ничто, вот они тут связаны в самом начале, да, как бы составляет единство. Поэтому фарминит схватывает и бытие, и небытие. Говорит, что небытия нет, если бы оно было, он доказывает, что нету ничто. Если бы небытие, то есть ничто было бы, мы могли бы сказать, что оно было бы бытие. Поэтому ничто нету. Но вскоре приходит фарминит и говорит совершенно правильно. Нет небытия, ни ничто. А есть только становление. И это сугубо истина. Потому что, скажем, сказать о кружке, что она есть, это ничего не сказать, да. Ну, есть, а дальше что? Есть она кружка. А дальше что? А Гегель поэтому и говорит. Бытие не переходит, а уже перешло в ничто. Оно уже есть в бытие. И ничто не переходит в бытие, а оно уже есть в бытие. И точно в каждом из нас небытие есть. Я даже этого доказывать не буду. Это вам понятно уже, да? Понятно вам? Что у вас есть ничто и что вы есть ничто. Понятно. Что мы не умрём когда-то через там сто лет, да? А мы умираем всё время. Но медленно. В течение ста лет. Кому повезёт. А кому не повезёт, меньше. Значит, вот эти узлы, историческое движение, да? Они у Гегеля выжжены просто в понятиях. И так всей эпохи. Но только в 17 веке первым Беккер понял, что истина и философия – это дитя времени. То есть и философия, она отражает вот дух времени. И это верно. И вот они Шекспира, мы определили вот этот дух 17 века в его таких художественных формах. И в этом смысле Шекспир, он нам даёт значительно больше и значительно известнее, и значительно более глубокое влияние сделал и на современников, и на нас. И до сих пор мы смотрим с удовольствием Гамлета, других его героев и произведения, и познаём через них жизнь. Причём Гамлент говорит своему другу Горацио, «Есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». И точно, вот сейчас мудрецов много, столько каналов, умные, образованные люди. Я их считаю с удовольствием и слушаю некоторые вещи. И в то же время, ну вот, дремучись вот в этих основных кардинальных вопросах теории, не просто марксизма, а теории и философии в точном и главном существенном смысле слова. Скажем, не понимают соотношения исторического и логического. Поэтому для них Марс – это вот там в 19 век всё было. Ну вот Хазин, например, известный, популярный блогер, экономист. Ну, средний класс, но Марс это не знал. При Марсе не было ещё среднего класса, поэтому он это не понимал, поэтому у него мы ничего не учимся. Это он сам не понимает. Я говорю, Марс там использовал пару раз термин «средние классы», да? Но как словечко такое, обыденного языка. И чтобы не углубляться в проблему, скажем, в 18-м меме, например, Луи в Напарту он это вспоминает, чтобы тут нет никакой проблемы. Почему? Во всяком, значит, спектре есть какая-то середина. Всегда можно выделить какую-то середину. И в 19-м, и в 13-м, и сегодня всегда можно выделить спектр и середину. Теперь, если возьмёшь эту середину, в ней можно выделить опять, значит, более богатых, более бедных. И так бесконечности можно искать эту середину. И для Марса это, кстати, ну, тривиальная проблема. А для грамотного, культурного Хазина для него нет этой проблемы. И Марс, ну, Марс это там что-то 19-й век. Так это ты не доучил, мил человек. Вот ты молодец, изучил современную экономику, видишь многие вещи кризисные там в Америке, везде. А по поводу сути дела водишь на заблуждение. Да ещё и Марса затемняешь попусту. Поэтому вот это соотношение исторического и логического мы с вами терять не должны. И понимать, что история поверяется логикой, а логика поверяется историей. Поэтому в марксизме другое, значит, другое соотношение истории, логики, потому что входит третий элемент существенный – практика. Для нас историческое и логическое они не сами по себе, а они в соотношении с практикой. Поэтому Скарменгельс говорит у Людвига и Фейербахи, что их философию можно изучать двояко, двумя способами. Можно взять историю философии от Парменида до Гегеля и вот эти все произведения проштудировать. А можно взять логику этого движения, взять историю философии. У Гегеля есть и история философии. Кстати, не превзойдённая до сих пор, поэтому я вам рекомендую историю философии Гегеля. В трёх томах она и сейчас регулярно переиздаётся. И она поверяется науке и логике. Науке и логике имеют примерно то же движение, что и в истории. Почему? Потому что в логике снято историческое движение. Оно выражено в понятиях взрослых. У него есть и философия истории. И Гегель научает нас, что есть философия эмпирическая, практическая. Такая, ну, вот, естественная языка, бытовая, обыденная. Обыденным языком написано, значит, с какой ноги встала Екатерина, когда там решила совершить государственный переворот. И вот спорят. Одни говорят, что с левой ноги, с другими что с правой. Или сколько у неё было башмаков. Или сколько у неё было французских платьев, и сколько было английских платьев. Ну, и так далее. Это интересно, конечно, особенно молодым девушкам. Они там это углубляются, может быть, читают. Но с точки зрения понимания истории или там политики, никакого этого значения не имеет. С какой там она гестала. Сколько там у неё было турки. А вот философия историйная, она учит одним понятием, взглядом, идеей охватить всё развитие мира и показать его теоретически. И можно сказать, что философия и история, она начинается с Гегеля. Перед ним был там такой Гердер, Аган Гердер, его старший современник и друг Гёдер. У него есть большой том, переведён у нас, «Идеи к философии истории». И это было такое первое произведение, которое как бы отдавало такой философско-исторический взгляд на историю. Были ещё некоторые мелкие и другие. А серьёзная философия и история, она есть только у Гегеля. И я вам тоже её настоятельно рекомендую читать. Это очень интересное чтение. Предисловие даже там 72 страницы. Гегель любит предисловие, где 72 страницы. И оно имеет такую самостоятельную ценность. Такой общий взгляд на историю. Нам его не хватает. Чтобы постичь явление, его надо постичь в контексте. И чем шире этот контекст, тем может быть глубже в это явление проникнуть. Значит, два пути. Можно историю, историю философии изучать. И можно логику, науку логики изучать. Движение мысли, понятие будет то же самое. Просто на историю философии вы убьёте жизнь. И возможно ни до чего не доживёте. На науку логики вы тоже убьёте много времени. Но, во всяком случае, вы схватите сущность разума, и это вам поможет осмыслить и историю, и философии, и историю других наук и процессов. И в то же время, конечно, некоторых философов, ну, конечно, ну, значит, скажем, для меня Аристотель, вот в эти последние годы Гопс, в молодости, в студенческий аспирантский Левниц, это вот такие, ну, люди моей повседневной беседы. Каждый день что-нибудь обсуждаешь там с Левницем, значит, с Аристотель. Аристотель у меня это и сейчас, настольные книги. И сейчас я вот буквально в эти месяцы снова открыл, что, и написал даже уже об этом, что Аристотель, у Аристотеля была, значит, идея и понимание суверенитета. Просто она выражена была не так, а именно. Гейгель говорит, что такое государство? Государство – это, значит, селение, имеющее самодостаточное существование. Вот когда какая-то группа, большая группа людей имеет самодавляющее состояние, вот, это государство. И государство это, и селение такое, или народ такой, имеет столько тогда, когда оно имеет самодавляющее существование. Самодавлее не везло бы его, говорит Евангелие. То есть, всякий день беспокоен своей заботой и живёт своими заботами. И здесь самодавление. Это государство живёт своими заботами, никто ему не нужен. Оно вполне довольны жизнью. И в этом смысле такое вот существование, оно и есть государство. Значит, это переводится греческим термином «аутаркос», «автаркия». У нас в 20 веке и в 21 веке это словечко, оно имеет такую отрицательную коннотацию. Вот ругали Советский Союз, вот автаркия какое-то государство, оно там же замкнулось, стену воздвигло между Западом, хотя на самом деле это Запад воздвиг стену против Советского Союза. Значит, тогда такой коннотации не было отрицательной. Это звучит ещё автаркос, может быть, ну как бы переменилось немножко звучание. А на самом деле я здесь считаю автархия, архия, монархия, архия – это власть. Автархия – это власть, автархия, то есть самовластье держава. Самовластительный злодей, тебя, твой трон, я ненавижу. Айком Ильич, о царе? Царь у нас самодержит, вот он есть такой автарх. То есть Аристотель этого понимал, но немножко звучит слово, и Аристотеля не понимали долгое время. Я не уверен, вот понимал ли это Гопс, но в всяком случае он меня натолкнул на вот это изучение Аристотеля в этом вопросе, в вопросе верховной власти. И я вдруг понял, что у Аристотеля это было, просто мы не прочитывали. Почему? Потому что раньше это нас не касалось. Марс и Энгельс это не казалось, почему? Потому что весь мир развитый самый перейдет к коммунизму, и там никакого синтета никому не надо. Никто никого не будет давить, давлеть. Все будут более-менее равны, поэтому нету проблемы. В Советском Союзе тоже не было проблемам. Мы были настолько могучи и сильные, что даже Гитлера с Европой раздавили. Поэтому как бы это и проблема, это сейчас, когда проблема? Когда нас разрушили, когда из нас сделали колонию, когда теперь мы, меняется один колонизатор на другого, тогда для нас стал суверенитет. Вопрос о суверенитете. И то, значит, моя критика уже, значит, суверенитета в нынешнем его понимании доходит, ощущение у меня, что доходит до верховки. Почему? Потому что вот трещали тут технологический суверенитет. Технологический суверенитет это глупость. Почему? Потому что все страны занимаются, развитые страны, а не развитые, потому что у них развитая наука, техника, технология. Но не в том смысле, что у них суверенитет, а в том смысле, что то, что у них есть передового, они могут обменять на то, что есть передового в других странах. Скажем, немцы обмениваются с французами и англичанами, французы с немцами и англичанами, они обмениваются все время наукой и техникой, технологией. А если у вас ничего нету, то вам нечего обменивать, тут и суверенитет не при чем. Тут ваша зависимость сплошная. А в суверенитете есть, в общем, таких два основных смысла – независимость и самостоятельность. И они подменяют, собственно, слово «независимость» или «зависимость» словечком «суверенитет». И надувают щеки, что вот у них тут суверенитет, что вот они тут скоро его установят. Это все болтовня сейчас, на сегодняшний день. Потому что его суверенитет – это политическая категория. Если у вас есть политический суверенитет, тогда он у вас есть и весь другой. Вы занимаетесь своим государством, своей экономикой, а раз экономикой занимаетесь, у вас есть наука. А раз есть наука, значит, вы можете взаимодействовать с учеными других стран. Скажем, Жаре Салферов, у него в друзьях и англичане, и американцы, и французы, и кто хочешь, к нему приезжали. Он туда ездил постоянно и говорил на правительство, на наше. Безголовое правительство книгу написал. И правильно написал. Безголовцы. Но это не наша тема. Наша тема, значит, история и теория. И, я говорил, третий элемент – исторический, логический. И третий элемент – практика. Вот для марксизма, марксизм – это не только теория, марксизм – это даже не учение, марксизм – это теперь мировоззрение. И для него важна и логическая составляющая, и историческая составляющая, история, я имею в виду науки, да, и практическая составляющая, а именно практика. Марксин все время взаимодействует с практикой, все время опирается на практику, все время отражается практика и действует во имя изменения практики. Молодой Марс в 27 лет пишет, философы различным образом объясняют мир. Дело, однако, заключается в том, чтобы его изменить. И марксизм занимается изменением мира. И в 20 веке марксизм, мир, изменил до неузнаваемости. Мир стал коммунистическим, хотя в нём остались пережитки капитализма. И, собственно, в СССР они были, в самом СССР. Вот 20 съезд – это показатель, как пережитки капитализма борются активно с коммунизмом внутри КПСС. И вот эту практику мы тоже сейчас постигаем. И когда мы её постигнем от буржуев, мало что останется. Почему? Потому что богатые, они всегда тупее рабов. Это не моё открытие и не Маркса. Это Гегель. Возьмите его в фенологию духа. Гегель там вам объяснит диалектику раба и господина. И говорит, что раб всегда имеет дело с подлинным бытием и с более истинным сознанием. А рабовладелец, особенно во втором поколении, первое поколение завоевало власть. Вот наших хоть олигархи возьми. Второе поколение, оно уже на этих богатствах выросло таким расслабленным. У него какие-нибудь интересы уже не российские, а на западные. У него уже яхты в голове, там ещё там что-то. Дачи, виллы в Европе. И они уже расслабленные. Они ещё более тупые, чем олигархи. Теперь, значит, внутри. Сам марксизм возникает из практики. Сам марксизм возникает в 1848 году по заказу немецких рабочих, которые фактически начали революцию в Германии. И обращаются к Марксу и Энгельсу, мол, нам нужна программа, что делать, как осуществить революцию. И Манифест Коммунистической партии, эта теоретическая работа, она является основанием коммунистического движения, рабочего движения, которое стремится преобразовать общество на коммунистических началах. Причём, обращаю внимание много раз, и написано в наших книгах много раз, что вот главную идею диктатуры Патрията в 1848 году, содержание она уже описана в Манифесте Коммунистической партии. Что такое диктатура Патрията? Это господство рабочих классов. А самого термина ещё нет в 1848 году. Ещё сознание отстаёт от жизни. Потом Маркс пишет, что он услышал это словосочетание, диктатура Патрията, на Французской улице. И в 1952 году в письме к Вейдемееру, через 4 года пишет Вейдемееру, уже о диктатуре Патрията как категории осознанной. Что вот у меня нет никаких особых открытий, кроме того, что ведёт к диктатуре Патрията, а диктатура Патрията есть переход к обществу без классов. То есть практика его подтолкнула к этому. Мало этого, только в 1975 году он понимает, что диктатура Патрията вот так вот выражена, это ещё только идея познания. Хотя, говорит, она врать. А чтобы стать практикой, Марс говорит, значит, для государств будет целая эпоха историческая между революцией и построенным социализмом, между социалистической революцией и социализмом. Переходный период. И государством этого периода является революционная диктатура Патрията. Не какая-то, не вообще диктатура Патрията, а революционная диктатура Патрията. А именно, что там будет там? И вот эта рыженькая книжечка, это вот мы как раз, вот этот вопрос, наконец, выяснили, что, значит, в конце переходного периода вот эта мысль Марса, она уже подзабылась. И в 1936 году Сталин по вопросу, что, мол, раз социализм построен, то диктатура Патрията отменяет, отмирает. И Сталин, он как-то немножко плывёт. Кто не понимает, я раньше не понимал, что Сталин плывёт в этом вопросе. Он говорит там что-то, значит, и, в общем, оно соответствует делу. Хотя, мысль очень простая должна была быть. Да, революционная диктатура Патрията закончилась. Всё. Почему? Потому что революционная диктатура Патрията выполнила свою роль. Она построила социализм. Всё. Для неё время закончилось. Что значит построила? Это значит, создано новое законодательство. Диктатура – это власть, не опирающаяся на законы. 20-30 раз леди, сказал Иранния Сталин. А вот что, как она закончится, тут и Ленин говорит, там они и разберутся потом. Вот оказывается, что не сразу разобрались, а потребовалась победа контрреволюции, и только теперь дошло до нас. В чём тут дело? Хотя Михаил Васильевич Попов в 1990 году на съезде Комиссийской партии Российской Федерации предупреждал, что, значит, движение к социализму не видно, а вот движение к контрреволюции прямо в глаза сидевшему Горбачёвску просматривается. Второй теоретический вопрос – это вопрос о том, является ли перестройка революцией. Ну, нам уже сказали, что она является. Нам остаётся записать. И, как я понимаю, мы делали, вернее, некоторые делали в застойные годы. Я к этому числу не принадлежу, не принадлежал и принадлежать не буду. Так вот, некоторые товарищи сразу повторяли и разъясняли в своих трудах, как разъясняли экономную экономику, развитой социализм и другие великие достижения, творцы которых сегодня расселись в президентском совете и в других высших учреждениях государства и партии. Давайте, товарищи, вспомним, что такое теоретически революция. Революция, насколько все здесь знают, и все это знают прекрасно. И я не собираюсь здесь никого учить. Здесь грамотные люди. Революция – это переход от одной общественно-экономической формации к другой со сменой у власти класса, причём непременно реакционного класса на прогрессивный. Это какой же у нас класс собирается прийти? Ни теневики ли и ни непманы новоявленные? Это прогрессивный класс. Кто у нас собирается скупить фабрики и заводы? О ком пекутся те, кто говорит о приватизации сегодня? О рабочих? О крестьянах? Об интеллигенции? Может, о профессорах? Может, профессора могут у нас скупить фабрики и заводы? Так вот, я думаю, товарищи, переход от одной формации к другой в теоретическом плане на пути вперёд не просматривается. На пути назад просматривается, но это уже не революция, а контрреволюция. И всё, съезд КП РССР проводил его подборные аплодисменты. Так что всё время с практикой связано. И Ленин много раз указывает на связь марксизма с практикой. И выводы Ленина, они идут, значит, из того, что теория показывает ему, насколько жизнь соответствует понятию. И насколько она не соответствует понятию. И что надо сделать, чтобы она соответствовала понятию. И вот в этом взаимодействии понятия и практики, значит, это развивается общество и государство. Ну и в предыдущих лекциях я в этом пункте вспоминал ещё мысли Энгельса, как правительство может теоретически относиться к экономическому развитию. И говорят, что троихим образом. Во-первых, правительство может помогать естественному экономическому движению общества. И тогда общество и экономика развиваются. И так и было в первые советские десятилетия. Экономика развивалась по 13, 15 и 20 процентов в год. Вот сейчас вышла новая книжка «Кристалл роста» Александра Галушка. Может быть, слышали, читали? Она и в интернете есть. Настоятельно рекомендую. Значит, он показывает, что за 23, по-моему, 53 годы рост был по 13, в среднем, по 13 процентов в год. А теперь мы видим, идёт топтание уже 30 лет между 3 и 4 процента. Ну, вот немножко, когда Путин заступил на вахту, первые там 8 лет, там было побольше. 7, 8, иногда 9 процентов в год. Просто. А теперь, значит, один, два, три. Ну, это что-то, какой из успехов. Конечно, успех на фоне сейчас всемирного экономического кризиса капитализма, всеобщего кризиса капитализма. Этот рост кажется таким большим и серьёзным. Да плюс ещё, значит, правительство наше, оно раздувает, подтасовывает факты. У них четвёртая экономика. Там какой-то, значит, показатель по ВВП на душу населения, по потребительской корзине. Вышли мы там на четвёртое место. Но это только один и очень абстрактный показатель. А по основным показателям мы в большой дыре находимся. Вот война эта вскрыла, все эти болячки. Что, значит, ни оружия, ни науки, ни экономики серьёзной военной нету. Хотя были специальные труды написаны. Военная экономика СССР. Председатель Госплана, товарищ Вознесенский, после войны написал, что такое военная экономика и как нужно её организовывать. Другие там товарищи писали на эту тему. И воруют, значит, министр обороны, его помощники. Значит, министр не знает, а его помощники воруют. Там уже миллиарды долларов. И он делает вид, как будто он не знает, не ведает, что у него такое ворьё идёт в военном бюджете. Это пусть он расскажет своей там этой жене на кухне, что он не знает и не ведает. А мы серьёзные люди не можем поверить, что, значит, у людей дворцы там, яхты, виллы отдыхают в военное время за рубежом. Люди, которым запрещён вообще выезд из государства. Поэтому наша экономика в очень плачевном состоянии. Теперь. Правительство может действовать против экономического развития. И мы видим, что, начиная с Горбачёва, начиная даже с Хрущёва, да, начиная с Хрущёва, и правительство начинает действовать против экономического развития. Вместо развития обопчисления производства, самообопчисление, сами понимают по-дурацки, и обществу навязывают, что обопчисление – это вот, значит, вот собирание в большую кучу всего, что можно и нельзя. Не в этом обопчисление. Обопчисление – это раздробление, с одной стороны, на сюжеты, на мелкие, всё более подробно и конкретно, а с другой стороны, их гармонизация в управлении, то есть ординация, с одной стороны, упорядочение, с другой стороны, координация, чтобы все эти мелочи и крупные, и всё-всё-всё было сгармонизировано. И субординация. То есть суровое подчинение, суровая дисциплина. То есть если ведь поручено тебе гайки точить, поручено тебе выточить таких-то, таких-то сто гаек, ты должен выразить, выточить сто гаек, таких, именно таких, качественных. И не надо, нам в плане, не надо сто одна гайка. Ну, может быть, на всякий случай, запас одну-две, да, и выточить. Ну, а вот он, заказ. Теперь, если люди что-то изобретают или просят для изобретения ресурсов, материала, в том числе средств производства, ну, дайте вы им попользоваться, может быть, действительно будет через год результат. Этот кооператив, значит, может быть, что-нибудь сделает существенное. Потом мы его включим в Госплан. В чем проблема? Проблема в том, что мы революцию делали в одной изолированной стране, во-первых. Во-вторых, после нас обрушился капитализм в Великой Отечественной войне. В-третьих, мы вынуждены попугать рождающемуся социалистическую миру и вбухивать в них много ресурсов. В Китае в один сколько. Поэтому, ну, может быть, не всегда были силы, находились на том, чтобы вот эти социалистические, значит, зародыши поддерживать и развивать. Поэтому практика, она критерий истины, во-первых. Во-вторых, скажем, марсизминским серьезным деятелям она все время была основанием и целью. Основанием, то есть показывала противоречие, целью для правительства, которое хочет двигать общество в направлении развития. И тогда общество развивалось. Раз Хрущевщина стала действовать против экономического развития, развитие останавливаться началось. И если вы возьмете график снижения тенденции роста производства труда, вы увидите, что вот прирост производства труда он фактически остановился. И скажем, если в 55-м году уровень производства труда в СССР составлял 58% от 100%, если США взять за 100%, то в 85-м году, когда заступил Горбачев, ой, вру, и в 55-м году, и процентов 55. А Горбачев, когда заступил в 85-м, 58% наша производства труда составляла от США. То есть за все эти 30 лет она выросла лишь на 3%. За предшествующий период она выросла в 4 раза, в 5 раз. В 5 раз, в 500%. А за эти 30 лет более легких все-таки всего на 3%. Это и есть показатель, что они не занимались развитием. Столько шуму, столько реформ, мы догоним и перегоним. Это все было болтовнью. На самом деле было разукрупнение деопообщисления. Есть такой термин деопообщисления? Декоммунизация. Скажем, что значит продажа МТС колхозом? Продажа техники МТС колхозом. Это самая настоящая декоммунизация. МТС – это была спайка государственной собственности с колхозно-кооперативной. И эта государственная собственность она подтягивала колхозы к технике, к техническому развитию, к науке. А там вышел венжер какой-то и говорит, не надо распродать. А тут в эпоху, значит, Горбачева и Ельцина да, вот венжер молодец. Он тогда еще говорил, что надо рынок разворачивать, все это отдать. Собственнику, фермеру. Так вот, отдали. Теперь плановую дисциплину, плановую экономику и сам план тоже стала разрушаться, начиная с Хрущева. И все это можно разобрать, и все отчасти разобрано. Значит, у Михаила Васильевича Попова, как в эпоху вот этого Хрущева-Брежнева, экономика постепенно разрушалась. Если бы столько денег отдали, вложили в крестьянство, сколько заплатили за зерно, закупленное за рубежом, у нас бы, значит, на дорогах было не по 10 сантиметров слой зерна осенью отъедешь, значит, по хлебородным этим дорогам на юге. Все дороги усыпаны зерном, вот так вот, на 10, на 5-10 сантиметров. Значит, брезентам лень постелить в кузов, они в кузов насыпят, а там в кузове дыры, пока не довезут там до этого, до элеватора, у них там высыпется процентов 10-20. И так каждый день. И в результате, значит, дороги лучше бы купили на эти деньги брезенту, сделали бы, значит, хорошие машины, чтобы десыпалось зерно, значит, и зерновурожай, зерна были бы значительно больше. Хотя и так, самый урожайный год был, забыл я, брежневский год, какой-то 80-й или 78-й, 235 миллионов тонн. Это был уровень, стандарт, так сказать, высокоразвитых стран. Это Энгельс показал в общем виде. И, конечно, это бы надо было конкретизировать. И Сталин-то во многих, и Ленин во многих местах конкретизировали, но все-таки какого-то целостного такого образа, теоретического, не было сделано. Я думаю, что до сих пор его еще не сделано. И, скорее, мне тоже некогда этим заниматься. Ну и другим, наверное, тоже. Но это сделать нужно и придется. Как правительство настроить так, чтобы оно действовало в согласовании или согласии с исторической тенденцией развития производства? Производительность труда общества в целом, она развивается все равно. Она развивается неизбежно стихийно. В том числе и в капиталистическом времени. Почему? Потому что капиталисты, соревнуясь друг с другом, конкурируют друг с другом, они волей-неволей вынуждены развивать производство. А стало быть, и производительность труда. Ну и, конечно, значит, для истории и теории марксизма интересен вопрос о том, как развивается марксизм современный. Что значит современный? Современный марксизм – это марксизм эпохи контрреволюции и победы контрреволюции в СССР. Это значит, что тут 80-е, 90-е и начало года, и начало 21-го века. Как вообще развивается теория? Теория развивается от теории к теории. Некоторые говорят, вот там, значит, факты отдельные, вот кто-то там что-то не понял, или вот кто какие-то факты не учел, а вот мы тут открыли тайны, значит, тайна там, значит, это и золото партии, там еще какую-нибудь ерунду. Вот. Наука развивается от теории к теории. Скажет Дарвиновская. Вот говорят, что накопили там 2А. Была, не помню, по-моему, Маркса мысль или Энгельса. Мол, Дарвин опирался на Монблан фактов. Монблан все знают, что такое? Знаете? Решили с горам во Франции. Да, в Европе. Вот. И вот Дарвин, значит, опираясь на эту гору фактов, создал теорию эволюции. А нынешние некоторые такие вот товарищи грамотные зубы говорят, что теперь 2 Монблана фактов, которые противоречат Энгельсовской, эээ, Дарвиновской теории, опровергают ее. На это можно ради юмора просто вспомнить. Значит, Гегелевскую мысль, что если факты противоречат теории, то тем хуже для фактов. Почему? Потому что факты, они противоречат, но они не отменяют теорию. Теорию отменяет только более высокая, более общая теория. Все. Точка. Есть у вас такая общая теория? Предъявляйте. Почитаем, сравним. И, может быть, да, пойдем за вами. Если убедим, что она истинная. Но тут опять стоит вопрос, как и всегда. Стоит вопрос об истине. Истинна ли она эта новая теория? Новых теорий уже было антимарсистских. Не восемь маленькая тележка, а эшелоны. Был антикоммунистический манифест роста американского такого социолога. Нашумел там в 20 веке. Ох, какой манифест. В России были такие манифесты антикоммунистические. И где они эти манифесты? Поэтому теория, при каких условиях она развивается? Она развивается, когда она сталкивается в реальных противоречиях в практике и решает их на своей основе, на теоретической. Решить их можно только на какой-то теоретической основе. Не пришел какой-нибудь гениальный или остроумный мужик и тут нам быстренько решили. Пришел какой-нибудь этот, как у Николая Николаевича-то? Фамилия-то? Новый социалист там. Платошкин. А новый социалист? Давайте старый мы оставим в сторону, старикам, а мы вот сейчас новый тут социалист построим и все. Так не бывает. И такие заявления и решения, они говорят о вашем легкомыслии. Теорию развивает, сменяет только другая теория. А развивает ее эта теория при разрешении конкретных противоречий. Я знаю только один круг людей, которые действительно раскрыли некоторые противоречия и в этом смысле развили марксизм. Поэтому марксизм, он остается научным социализмом. Марксизм – это научный социализм. Научный социализм – это марксизм. Теперь, в 20 веке Ленин такой вклад сделал, с одной стороны гигантский, с другой стороны настолько полно, не полно, а абсолютно принимает марксизм, который абсолютно принимает Гегеля. Ну, понятно, с некоторыми критическими там замечаниями. Что никакого другого мировоззрения и учения нету. Я говорю много раз. Если есть, пожалуйста, предъявите, почитаем. Если увидим, что оно истинное, побежим за вами, задрав штаны. Но я вот уже завершаю, можно сказать, жизнь, пока такого учения не встретил. И нынешних товарищей много, которые бьют себя в грудь, что они марксизмы. Марксисты клянутся, что они сталинисты и патриоты. Только теории нету. Много вы начитались теоретически, многое знаете в марксизме, используете иногда правильно. Глубины только нету. И нет разрешения реальных противоречий. Вот я говорю, за исключением того круга людей, которые есть, значит, вокруг Красного университета. И в этом смысле, конечно, приходится удивляться, что вот такой ум, как Михаил Васильевич Попов, значит, уже с 1986 года многие вопросы поставил, грамотно вскрыл противоречия. Но какой-то такой большой поддержки даже в учёных кругах нет. Но и народ, и рабочий класс настолько задавлен нынешней этой нашей же социальной катастрофой, о которой мы говорим с конца 80-х годов. Это социальная катастрофа. Зюганов тогда, а мы на краю пропасти. После 91-го года мы в пропасти. Говорю я, Геннадий Андреевич, опомните, очните. Вы уже на дне лежите, поражённые. Экономика уже разрушена. Какой вам край? Ну и надо сказать, что многое, значит, за эти годы вот эта вот группа исследователей, она решила. Вот, во-первых, в 86-м году Михаил Васильевич в диссертации разъяснил суть отпечаток капитализма внутри самого коммунизма, внутри социалистической общества. И если бы, скажем, тогда нашлась политическая поддержка вот этому пониманию и соответствующему изменению в политике, то, я думаю, это и бы катастрофы не было. Было ещё... в 86-м году было ещё не поздно. Ещё можно было исправить. Второе такое крупное, мне кажется, достижение вот этого течения марксизма, оно связано с вновь открытием активной роли надстройки в экономике. Ну, то есть, о чём я и говорю. Как политика может влиять на экономику? Как она взаимодействует с экономикой? Или помогать, или действовать против, или действовать нейтрально, то есть, бездействовать? И вот Михаил Васильевич в истории диалекте и исторического развития, вот он разъясняет, как взаимодействует надстройка и базис. И надо сказать, что, в свою очередь, Марс и Энгельс вспомнили об этом, вернее, один Энгельс вспомнил в 90-х годах, об этой активной роли надстройки по отношению к базису. И написал там 4-5 или больше, немножко больше писем об вот этом воздействии. Что государство, политика, люди, правительство воздействуют на экономику. И они могут воздействовать позитивно, могут негативно. Мы с вами являемся свидетелями, но мы-то пожили. И когда всё-таки, значит, действовал в какой-то мере в направлении развития, и в бездействии Брежневское, и как правительство наше действовало против нашей экономики. Это всё антинародные правительства Ельцинские. Они разрушили экономику специально. Об этом Чубайса цитирует везде, что они хотели вот забивать гвозди в крышку гроба коммунизма. То есть, разрушали всякое закрытие производства, означало убийство коммунизма, разрушение коммунизма. Ну, разрушили, ну а дальше что? Значит, вот это вот дело. Теперь, учение о Советах. Кроме нас, я, других серьёзных, значит, работ не знаю, в какой-то мере была такая Мариетт Генретта, ой, забыл, Александрова. Мэрия Александровна Александрова. Так вот, Мэрия. Вот у неё есть книжки о Советах. Ну, и они такие компетентные, но они такие сугубо информативные. А, скажем, наши вот эти книжки и статьи очень многие в наших конференциях о Советах, они развивают вот эту теорию Совета. Мы сохранили, мы более глубоко осознали, наконец, что такие Советы, потому что целого образа у Марксова, понятно, не было с Энгельсом, у Ленина началось, но это была конкретная практика, конкретные разъяснения, а какого-то такого цельного теоретического образа всё-таки Ленин не оставил. Поэтому нам приходится самим. И нигде в мире больше этого опыта нету. В этом смысле весь мир смотрит на нас. И в этом смысле, значит, марксизм развивается в России только. Нигде для него почвы такой нету. А у нас есть теперь и опыт строительства, и опыт разрушения Совета. И я сейчас занимаюсь Советом. Скажем, вот эта тема суверенитетов, она вырастает из-за смысления Совета. Так что вот эти Советы, это, я считаю, крупный вклад в марксизм. Теперь, крупный вклад в марксизм и вот это понимание контрреволюции в СССР. что, когда она началась, каково её содержание, вот, как с ней бороться, как её победить. Вот вопросы. И на эти вопросы ответ может дать только марксизм. И я других людей не знаю, которые этим занимаются. Более того, презрительно, скажем, вот Списер, историк. Я, в общем, исполнил к нему уважение за его общественную позицию, за пропаганду марксизма-ленинизма, за учебники его хорошие для школы. Но, тут, значит, такой ляп, что вот там это занимаются, там в Ленинграде, уже это всё устарело, они всё занимаются. Ну, дорогой товарищ, а я раньше ещё отмечал, в том числе и на лекциях, что, как его, Евгений Юрьевич, по-моему, Евгений Юрьевич, дорогой, если вы уж вспоминаете определение классов, то его нужно воспроизводить точно, а он, скажем, иногда, несколько раз вспоминает определение классов, начинает его воспроизводить и не может воспроизвести определение классов. Мил человек, это одна из основных категорий. Если ты не можешь её воспроизвести, значит, ты не понимаешь понятия не понимаешь, у тебя нет понятия о предмете. И вы начинаете что-то, класс, это что-то устарело уже давно. Но если для вас устарело, значит, вы ставите себя вне науки, вне серьёзной науки. Вы ставите себя в контексте современной буржуазной болтовни. Но если вам хочется, значит, на левацкий манер развивать буржуазную болтовню, ну, пожалуйста, развивайте. Только не называйте себя коммунистами, там, или тем более большевиками. Это детский сад, иначе. Вы делаете противоположную работу. Вы депропагандизируете. Ну что ж, значит, много тут ещё вот таких, значит, проблем, связи, теории и истории. Они важны. Они, я думаю, что вы почувствовали, очень связаны с современностью. Мы живём вот в этой пропасти. Мы живём в этих противоречиях. Мы скованы ими, и внизу не можем, значит, освободиться и организоваться сознательно. Вот сейчас атомарность существования рабочего класса. И несмотря на наши гигантские усилия на эту тему, значит, процесс организации идёт очень туго. Туго. Но он всё равно будет. Война заставляет и заставит ещё. Вообще судьба общества заставит организоваться снизу, заставит народ взять суверенитет в свои руки, заставит рабочих классов выполнять свою миссию. Иначе, значит, не будет рабочего класса и вас, именно вас лично. По крайней мере, как свободный граждан. Так что, дорогие товарищи, есть чему поучиться. Продолжайте, пожалуйста, учёбу. А в следующую среду у нас здесь будет экзамен. Так я понимаю. Поговорим более подробно на некоторые вопросы, которые в том числе и вам интересны. Перерыв. Суверенитет это есть власть в собственном смысле. Не орган власти, а власть сама. А у этой власти есть органы. В том числе там Сенат, Булле, Совет Царей, ещё там какие-то органы. В нашей первой конституции, я говорил нам в прошлой лекции, значит, прямо говорилось, вся власть принадлежит Советам, а Верховная власть принадлежит Съезду Советов. Верховная власть это и есть суверенитет, это и есть суверенция. То есть сама власть, высшая власть, не высшая, верховная власть. Эта верховная власть создаёт высшие власти, то есть органы свои, ближайшие. Какие это высшие власти? Значит, во-первых, Правительственный Совет Народных Комиссаров создаёт Съезд Советов как свой орган. создаёт, значит, ЦИК, то есть Всероссийский Центральный Исполнительный Комиссаров, опять как свой орган. Помогает создать там суды и прочие, прочие какие-то контрольные органы, рабочий контроль и другие, и другие. И эта функция, она всё время сохраняется, значит, за Верховной властью, которая есть суверен. Поэтому эти органы, эти властители, эти депутаты, они не депутаты в собственном смысле, не в буржуазном смысле. Они были делегаты коллективов. И они были представителями коллектива Верховной власти и представителями Верховной власти в коллективе. А раз в коллективе, то и в городе. Потому что коллектив этот сначала выбрал в городской совет этого рабочего. А потом этот городской совет послал его на областной совет. И там его выбрали в Верховной. То есть, он всё время связан с первичным производственным коллективом. И назначил, и отозвать его может только первичный коллектив, то есть завод, фабрика. Теперь, тут можно ещё добавить, что вообще народный народный суверенитет, он проявляется в таких массовых влияниях на власть, в бунтах, значит, в революциях. Революция делает так или иначе класс, но с поддержкой народа. Если народ не поддерживает, то классу победить очень трудно. Скажем, буржуазир. Народ в революции поддержал. Французский буржуазир поддержал французский народ. Английскую, значит, буржуазию поддержал английский народ. Иначе бы английская буржуазия не победила. И у нас рабочий класс был поддержан крестьянами и солдатами, то есть крестьянами в Шенеле. Если бы не поддержал, и, кстати, Ленин об этом неоднократно пишет. Но у нас народ и буржуазию поддержал в феврале? В начале. В феврале в каком смысле? В 17-м. В 17-м. Да, конечно, поддержал, да. Народ поддержал буржуазию в свержении самодержавия. Если бы народ не поддержал, может быть, и не удалось бы свернуть и буржуазию. Да я думаю, и не удалось бы. Так что значит народ? Рабочий класс организованной партии это организованный народ. Он поддержал буржуазию, конечно, да. Потому что враг был общий. Но, когда этот общий враг был повержен, у рабочего класса стала своя задача. Социалистическая революция. То есть, развитие революции дальше. Поэтому все здесь очень логично. Здесь всякий кирпичик прилажен к кирпичику, если подходить к этому теоретически. Если так это поболтать, да, и поболтавание сводится к субъективной стороне дела. Вот, оказывается, там революцию планировали военный министерств. Вот там были какие-то два, значит, генерала. Вот они были в связи с Борджием Бургевичем, с другими революционерами. Они там спланировали, значит, организовали солдаты и поэтому победила социалистическая революция. Но это или глупость, или специальный обман, введение в заблуждение народа. И во всяком случае это как бы отстранение большевиков и рабочего класса от революции. Что, дескать, ничего там они особого не сделали. Это вранье. Оно может быть двух сортов, значит, откровенно буржуазное такое и замаскировано буржуазное, замаскировано в какую-нибудь леватскую фразе. Ну так по советам-то какие вопросы у вас были? Механика контрреволюции, которая произошла в России. Что механика? Разрушение советской власти. Как восстановить? Как восстановить? Как восстановить? Восстановить очень просто, говорю я. Создаем профсоюзы. И если на трех более-менее крупных предприятиях есть профсоюзы, а эти профсоюзы могут создать забасткомы, то на почве этих забасткомов можно создать совет городской. Трех достаточно. Три забасткомы создают городской совет. И в вашем городе есть совет. Никто вам сейчас не запрещает это делать. Пожалуйста, делайте. Значит, причем, конечно, будут уже сейчас профсоюзами борются и, значит, наблюдают власти, чтобы там, не дай бог, не возникли. Ну, тут понятно, что не надо быть простодушным и сразу там, значит, бить себя в руку, что мы создали профсоюз. Сначала надо создать его реально без шума и пыли. А потом уже будет что-то, значит, заявлять и создавать там забасткомы, советы и прочее. Но создавать это можно уже сейчас. Более того, я уверен, что даже большого сопротивления не будет. На первой стадии вот создания профсоюзов, туда уже большой опыт борьбы с профсоюзами, создан эффективный буржуазный профсоюз шмаковский, и он гасит профсоюзное движение. Поэтому рабочие вынуждены сейчас создавать свой профсоюз. Создать его, опять-таки, несложно. Собрались трое рабочих на заводе, проголосовали за создание профсоюза, нашли какой-нибудь профсоюз, куда можно вступить, куда можно свою организацию вступить. То есть ваша организация профсоюз, она должна вступить в официально зарегистрированный профсоюз. Такие есть, в том числе, и рабочие профсоюзы. Все на этом организации закончено. Дальше открывается реальная борьба. однако, если в профсоюзе участвует некий выборный представитель рабочего класса, он является местом представителем буржуазии и рабочим классом. становятся передачным звеном между двумя классами, то есть его надо как-то контролировать, этот профсоюз, выборного человека, который представляет себя. Ну, профсоюз должен видеть, кого он выбирает, и, естественно, он и контролирует. Здесь идет соглашательство. Мы, профсоюз, решаем вопрос рабочих перед работодателем. Работодатель влияет на профсоюзного деятеля, и он принимает сторону работы. Нет, так это бывает предательство, мы уже такое пережили много раз, что лидер предает рабочих и начинает работать в пользу собственника. Тогда профсоюз собирается, голосует, его исключается из председателя, и все. тут нету проблемы. Если есть, значит, если есть три, а тем более пять, а тем более больше членов профсоюза, они профсоюз, а выбирать лидера, это их дело. То есть работает лидер в их интересах, выполняет он решение, которое они приняли, он председатель профсоюза. Если он чего-то там отступает от этого, не удовлетворяет, не следует решениям профсоюза, решением товарищей, его проголосовали, исключили, и все. Тут нету проблемы. Проблема только в союзе нескольких человек, нескольких рабочих, которые понимают, что интересы свои, в том числе начиная с заработной платы, отстоять можно только вместе. Тут ведь какой вопрос? Вопрос чисто экономический на самом деле. И вот в Англии он очень правильно назван был изначально в начале 19 века. Там это называется как по-английски профсоюз-то? Трейд юнион. Как перевести это? Торговля. Это торговый союз. Чем он торгует? Как? Не слышу. Рабочей силой. они объединили свою рабочую силу в некоторую общность. Они выбирают лидера и продают собственнику. Не каждый в отдельности просит увеличивание зарплаты на 100 рублей, а принимают решение коллективное о том, что нужно повысить зарплату на 5%. И все. И практика показывает, наша вот уже 30-летняя практика, до забастовок не доходит, если есть профсоюз. И вот история профсоюза докеров, с которой мы сотрудничали многое время, она это всегда очень хорошо показывала. Пока есть профсоюз, пока есть люди, которые организованы и значит у них есть толковый лидер. Лидер идет к начальству, значит просит вежливо повысить зарплату на 5%, поскольку продукты подорожали. И работодатель, как правило, соглашается и повышает. Он выходит значит со снятым головным убором рабочий видит, головной убор снял, значит договор состоялся. и все пошли работать. А если он не снял шляпу, а нахлобучил и пошел к выходу, они поняли, что договор не стоялся, они продолжают сидеть и курить. Начальство видит, что товарищи сидят и курят, не работают, подходят, спрашивают, почему вы не работаете, да курим. И долго вы будете курить, ну, накурим, сюда и пойдем. Начальство поняло, что работы не будет, доходов у него не будет и деньги как правило находились. Но как только нашелся вот такой продажный лидер, он не правил, он был нормальный первое время, но потом зазнался, стал зарплату себе большую выбивать, начальство нашло там методы подкупить, видимо. вот, ну и профсоюз в какой-то мере изменился, а потом и совсем сник, а потом вообще им предателя назначили, а они не смогли этому предоставить. И все, весь их процветание заглохло. Он есть, но формальный уже, и шваковский сам. И доходы стали не те. Поэтому все очень просто. А у нас это названо профессиональный союз. Причем они сначала и образовывались по профессиям. Плотники с плотниками, угольщики с угольщиками, ткачи с ткачами. Но в производствах сосредоточено ведь несколько профессий, как правильно, на одном производстве. И вот в ходе революции 1905-1917 года профессиональные профсоюзы переформировались производственные профсоюзы. В производственные то есть в которые были включены несколько профессий. Ну скажем, сначала были крупнейшие в Ленинграде, вот металлист профсоюзов, а, профсоюз металлистов, самый крупный такой, боевой. И профсоюз ткачей тоже довольно крупный боевой. И они, а, и железнодорожники знаменитый Викджель, и они делали всю основную погоду. Вот в том числе влияли и на поведение партий. В том числе и большевикам пришлось Викджелем иметь такую очень продолжительную схватку. Но в конце концов все-таки рабочие договорились между собой. И профсоюз стали производственными из профессиональных. Хотя название не изменили. А мне кажется надо было бы и название конечно изменить. Потому что вот это название английское оно как-то по крайней мере вот тогда на первых этапах оно как-то правильно ориентировало людей. Что у нас союз по производству рабочей силы. Мы не в бирюльке играем, мы рабочей силу продаем. Мы делом заняты. Мы обмениваем значит пользование нашей рабочей силы на пользование вашими средствами производства. У вас средства производства у нас рабочая сила. Вы своим пользуетесь мы своим. Мы продаем мы производим равный обмен. Значит наш товар очень просто измерить. Наш товар равен той сумме средств производства которые необходимы для его воспроизводства. Вот газета новая она дает пример для Ярославля. Во многих городах уже такие расчеты сделаны. Новые новые да. Вот здесь стоимость рабочей силы в Ярославле. Сколько стоит на самом деле рабочая сила? Рабочая сила в Ярославле стоит значит на сегодня 542 тысячи рублей. 542 и министры получают таких зарплат ну 4 8 а то и 10 таких зарплат. И правильно значит если перевести скажем на западные стандарты вот то рабочие там и получают примерно 4 раза больше чем 500 тысяч то есть на наши деньги по миллиону там и получают. Налоги больше и жилье другое и вообще российская экономика она имеет большие особенности которые вот я так недавно для себя как-то прояснил. А именно вот я живу в славном городе Вышневолочке там сосед у одних огород и они там картошку не покупают лук не покупают морковку не покупают ну и так далее короче огород это средство производства и они с него имеют договор теперь другой там рыболов он все время ловит рыбу семью обеспечивает рыбой продает эту рыбу у него значит и на вино хватает и на жену хватает и на детей хватает и на все другое третий у него сбор ягод начинается ягодный сезон осенью он срывается и мешками заготавливают клюкву продают ее на целый день на целый год это хороший доход там следующие грибами грибы сушат продают грибы теперь у метро у наших стоит связка этих белых полторы тысячи рублей килограмм белых грибов ой это простых я имею а сушеный это вообще какой-то какой-то очень дорогой продукт я уже даже потерял значит нюх на него шесть ну вот шесть мелкие собственники мелкая буржуазия это мелкий бизнес мелкая буржуазия да это даже это какое-то натуральное просто у них никакого это выживание это экономика выживания но она такова они поэтому они не хотят они в профсоюз не вступают или профсоюз не вступают заработок маленький вот они так себе восполняют и это очень широко в России почему потому что много земли много в России земли если поедете в Германию там дачки три этих самых сотки они аккуратные и они аккуратные но все равно там они ничего не выращивают кроме цветочков выживания им не надо это вот сейчас когда они лишили себя газа дешевого сейчас когда у них пошла инфляция вот они заласкались зубами и еще будут ласкать сильнее мы еще услышим этот ляск зубов в Германии и в Европе вообще так что так что профсоюзы с одной стороны вот их создать просто даже я бы сказал очень просто стой собрали если есть реактивных человек могут создать профсоюзные организации зарегистрироваться найти можно профсоюз в котором можно зарегистрироваться все таки есть профсоюзы ну рабочие вот а дальше боритесь пожалуйста причем закон кодекс законов о труде как он называется а? кзот не кзот кзот это был советский а? трудовой кодекс да значит трудовой кодекс позволяет это сделать пожалуйста создавайте профсоюз он кодекс на вашей стороне капиталист он в первую очередь все пределы свой профсоюз для работы умным профсоюзам значит профсоюзы нужны был такой Галбрейт американский журналист он и говорит если бы профсоюзов не было их бы надо было выдумать почему потому что так вы имеете дело с анархическим народом с анархическими рабочими они возьмут или берут в один прекрасный день в руки значит камни фермеры берут навоз нагружают и везут его в Париж и в Германию в города и сваливают у начальства бросают камни поджигают банки и магазины зачем иметь дело с таким народом создайте профсоюз и вы будете разговаривать с профсоюзными лидерами хоть так вы вынуждены повышать зарплату хоть через переговоры более осторожно более аккуратно будете повышать даже с выгодой себе заработную плату так Анна Жаковой Александр Сергеевич скажите бытие и ничто это противоположности? это противоположности но они находятся в единстве нет отдельного бытия да нет отдельного бытия они не переходят а уже перешли друг к другу всякое бытие имеет в себе ничто они противоположность к которой переходят и перешли уже в друг к другу нет бытия в котором бы не было ничто поэтому еще Соломон написал на своем кольце и это пройдет все смертно все вот что есть все смертно всякое бытие смертно всякое бытие разрушается умирает всякое а умирает оно куда? оно переходит в ничто не понял и вселенная тоже и вселенная вот это не первая наша вселенная да она есть есть разрушается то одна звезда там гаснет то другая разрушается и в конце концов извините это не только звезды это и пространство это все да все почему она всегда вечно вечно она вечно потому что вечно изменяется как и предмет он живет пока живет он постоянно изменяется она в себе изменяется в себе переходит в другие формы эта форма уничтожается так вот хотелось бы меня все-таки спросить ответ вкратце кого и чему учит история это вопрос я говорю он в прошлых лекциях освящен но раз затрагивается можно сейчас значит история учит всему но тех кого кто хочет учиться учиться это значит учиться в понятиях вот не учиться то есть начитаться всякой ерундой да а читаться с понятием и в понятиях понимать постигать историю для этого есть учителя великие учителя начиная там с Пифагора Аристотеля Гегеля Маркса и так далее хотя много и помех почему потому что есть лжеучители есть враги которые подсовывают всякую чушь ну и так далее а самый главный враг у людей это они сами их лень да причем это вот недавно я прочитал у Академии Комосова значит источник болезни главный это лень я думаю господи как просто и истинно лень именно лень лень выдерживать режим дня простая вещь постановили себе вставать когда вам удобно вот удобно вам скажем вставать в 7 часов и надо вставать в 7 часов но чтобы встать в 7 часов нужно лечь не позднее 12 а лучше в 11 часов тут уже нужно воле воле усилие волевое почему потому что во-первых тут вечер значит гулянь уже все гуляют а ты должен прекратить и идти в 11 часов спать это непросто или идет кино там страсти любовь хочется посмотреть как они там наконец чего-нибудь дошли а тут надо идти спать и все это не выдерживает ему хочется посмотреть до чего они дошли и так далее и так далее продолжая едой да значит режим дня здоровое питание требует это не есть это сдержанно есть вообще меньше и так далее но но человек слабина значит жена хорошо готовит пончики значит там эти котлетки и так далее и человек не устоит не может устоять перед этим но многие очень многие большинство не могут а если бы они ввели вот этот здоровый образ жизни и вот если бы занимались делом они бы занимались здоровым образом жизни скажем вот я сосредоточен сейчас на книге у меня вся моя жизнь она подчинена книге поэтому я понимаю что если я не лягу в 11 часов собью себе потом у меня целый день будет нерабочим поэтому я бросаю все и ложусь спать у пролетариата все-таки возникает группа вождей да в вождях лидеры такие наиболее выдающиеся но и у нас сложилось так что вот таким общепризнанным лидером стал Владимир Ильич Ленин на первой фоне когда он умер сформировался другой большой авторитет Иосиф Сергеевич Сталин Иосиф Сергеевич подготовил значит людей на замену были хорошие авторитетные заслуженные деятели Саворов Первухин да его такой напарник генерал Пономаренков лидер профсоюзного движения в Болгарии первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии и Хрущев понимая это видимо и они были молодыми энергичными прошедшими войну генералами вот Хрущев их сразу же задвинул почему потому что он не был коммунистом в полном точном этом смысле не было полного и точного интереса значит в развитии коммунистической основы нашего общества и это большой вопрос вот сейчас идут большие исследования всех этих процессов много выходит литературы углубляются понимают вот борьба с культом личности закончилась победой значит тех кто отстаивал значит знамя и дела Иосифа Зеленовича Сталина и я должен вам доложить что эту борьбу начали мы в газете за рабочее дело 1994 года была опубликована статья Сталин реабилитирован началось большое движение по реабилитации Сталина и сейчас уже горы манбланы позитивной литературы Сталина и исследований как контрреволюция в том числе в лице Хрущева Андропова других товарищей действовала внутри руководства КПЦ и я думаю что эти исследования подходят к концу скоро мы получим фундаментальные труды на эту тему существует вот я говорю как Ленин говорит существует два вида монархия и республика республика состоит из двух форм республика аристократическая и республика демократическая поэтому получаются три формы монархия аристократия демократия родов общества бывает два первое коммунистическая общественная и государственная коммунистическая была древняя первобытный коммунизм и советский коммунизм а все эти три эксплуататорские общества они были государственные и и Субтитры создавал DimaTorzok